вы видите что это посмотрите так это огромная такая тарелка с утра поесть а это что лена ты по чем вообще все это делаешь под солями класс вот это вот конечно вот эта вся история про то что сердцу мужчины вот это путь вы знаете это прям это да из песни слов не выкинуть лена подбирается все ближе и ближе куда сбежать от этого человека так все но со слезами буду уезжать и отсюда со слезами я уверен в афину улетать куда есенина унес аэроплан а вы помните да именно с этих слов начинаются все выпуски моего беженца вкусно да это самая вкусная цветная капуста жареная которая вообще свою жизнь это самое первое жареная капуста которую я готовила в своей жизни подписчики конечно могут подумать что я подбираюсь все ближе и ближе к линию пытаюсь и на уши присесть там прилечь чтобы прервать свой годичный так сказать марафон но это правда это чистая правда мне кажется мне кажется что я бы даже мог бы стать вегетарианцем вот яйцо это же принципе можно да ну вегетарианцы разные бывают да то есть я даже мог бы вот это вот есть все время всю жизнь и даже где-то забыть про майские праздники но до тех пор пока мне прошелся по трассе здоровья в одессе когда люди все делают шашлык типичное утро йогов и день я не в этой теме конечно я как буратишка вот лена она на шпагате почти это на шпагат на какой на такой ногу на такой может есть или принципе не очень запишем для бусти эксклюзивный контент лена садится на продольный шпагат я шучу но я записываю потихонечку скидываю всякие видосики на бусти эксклюзивные которые не будут в общем доступе поэтому подписывайтесь обязательно на пусть и все очень недорого стоит это мы про париж вот сегодня серию закончу тоже выставлю ну и становитесь спонсорами ютюба тоже тот же самый контент только на ютюбе для узкого круга пользователей скажем так еще знаете что приятно это то что вчера мне девочка написала диана я зовут с истанбула то девочка которая мне помогла в пересадке волос вы помните у меня была ситуация с телефонами с тем что не мог продать iphone чтобы сделать эту операцию в стамбуле в итоге мой друг нашел мне второго друга в стамбуле и он мне нашел вот эту девочку которая знает всех хороших вот врачей которые пересаживают волосы в стамбуле она с ними сотрудничает занимается мед туризмом и вот она мне помогла можно сказать выменить iphone на операцию и вчера она мне написала что вот от меня даже вот люди приходят мне действительно пишут подписчики периодически а вот где пересаживали а можете дать контакты вот я даю всем кто спрашивает и уже диана мне прям благодарна благодарит пишет приятное сообщение даже вот брата друг тоже уже написал и писайте скоро лысых вообще не останется лен лысых скоро не останется ты понимаешь скоро не с кем тебе будет ходить по арамболю и сидеть в кафешках потому что все перес пересадят волосы через стамбул и все понимаешь вот так вот даже я уже как бы так но я не лысый но честно говоря я бы еще сделал одну операцию чтобы уже закрепить результат на на десятилетия принципе классная очень классный результат мне очень нравится лен мне раньше было лучше сейчас сейчас несмотря на то что был почти лысый как тебе нравится сейчас не лучше все говорят что лучше и принципе я вижу что лучше минус пять лет где-то так и это оцениваю по фотографиям если постричься конечно не быть таким заросшим как шафутинский с такой мордой и с бородой как-то так поэтому но круто действительно круто я я бы принципе я диане пообещал что я приеду стамбул как только получится мне на льготных условиях могут сделать вторую операцию чтобы у меня вообще ничего сверху не просвечивалось знаете вот первая операция она такая то есть ну если солнышко светит сверху в принципе видно что у вас там нет не такие густые волосы как раньше но многие люди делают две операции для того чтобы прямо было шикарно и это работает я знаю что первая операция сработала то есть я честно говоря но для меня это был эксперимент мне хотелось посмотреть а как она действительно очень круто я вообще не понимаю почему люди этим не занимаются почему люди в принципе боятся тормозят ну я понимаю что я был точно такой же на самом деле я тоже думал вам ну секунду ну ты думаешь это серьезная операция знаешь насчет пересадки волос ты такой ну как это надо в стамбул поехать это там какие-то люди а если что-то сделают не так а так это же контент для бусти должен был быть ну ладно это для для всех подписчиков ну вот я просто записываю очередное видео ну ясно хорошо так я тебе вот вот эта история что ты такой где ты сидишь и думаешь это же надо в стамбул ехать а если пересадить не так а если все по выпадает обмен я думал ну чё выпадет выпадет какая разница и так лысо же хожу ну вот ну и получилось что круто вы знаете волосы на пробор можно носить и это только одна пересадка но вот она затягивает ну да я так хлопс здесь вот даже выбриваю как индийцы очень многие индийцы любят вот так вот постричься под машинку и сделать себе типа пробора такого так что это вообще вообще рабочая тема как оказалось я бы полетел потому что и льготная цена для меня бы было и и это круто было бы но вы знаете мою ситуацию то есть стамбул залететь это два штампа хлопс хлопс если бы не хотя бы еще в дубае были то не вопрос дубае ну вы видели да как можно пройти просто паспорт приложил и тебе двери открылись это уже в дубае а здесь уже все немножечко в каменном веке в остальном мире поэтому конечно грустноватенько что приходится зависеть от каких-то печатей на бумаге дачи чернильных как-то так вот такие новости сейчас я дождусь пока лена поежится я уже в штанах я уже на низком старте чтобы куда-то идти чтобы что-то посмотреть потому что квартира очень классно из нее вообще не хочется выходить здесь такой именно микроклимат что а зачем что-то другое да балкон уже как будто ты на улице находишься вот уже и вышел и до лена хотел антарвус йога это выходите вот у него были такие фантазии эротические можно сказать но что-то как-то они умножились на ноль потому что и так хорошо от добра добра не ищут мы вышли и даже не знаем куда мы идем даже не смотрели ну типа в гору просто и все а там что-то найдем приключения какие-то для себя непонятно как одеваться то есть вроде здесь тепло более-менее внизу а понимаешь что пойдешь наверх там может быть очень холодно скорее всего так и будет поэтому непонятно куда мы дойдем это все зависит от температуры если будет слишком холодно мы вернемся если можно будет идти дальше то мы пойдем дальше настолько насколько нам позволит время вот мы идем и идем и все даже не дошли до high sky resort где мы ночевали первую ночь ну я в палки не верил но потом тихомиров пошел на эверест с палками и сказал что это очень нужная вещь раз он раз уж он говорит я не сказать что он прям такой авторитет для меня но он такой физической форме в хороших всегда был если он сказал что палки прям нужны не могу не согласиться ну что как тебе эта крутая лестница давай ну что ж мы дошли до нашего отеля будем делать привал или пойдем дальше там тенек пойдемте дальше тогда дядька наблюдает ну не легко конечно это все но помните испанию вообще это ничего просто не стой горой лакула кончено которая взбирался в одном черном черном городе есть одна черная черная улица у вас было такое в пенера лагере рассказывали она черная черная улица что черный черный дом да и никто не живет я бы забоялся в таком черном черном доме же там черная рука нет гейский чемодан как многие пишут мой и да ну пупсик ну типа того мне понравилось такой он яркий и там черная рука живет в этом доме поэтому поэтому даже не знаю хотя девушкам черные руки что белое что черное они так особо неразборчиво так какой-то триумфт здесь что за триумфт надо посмотреть может быть непонятно куда уже идти тропинки вот так вот уже непонятно зарастают перерастают в козьи тропки еще камни везде видимо нам в сторону триумф эти кроссы нет которые мне сейчас помогают них удобно теперь посмотрите как здесь прикольно привет пацаны намасте но этот вообще такой гедонист маленький никого не боится это активно разомнем челюстные суставы да все время скажи я жую жую а сейчас скажи мне тетя разминает зависть только нежности это завидую да тоже хочет вас к и не лена нам тут еще подошел кто-то нара местный авторитет переживает что тут происходит кто здесь трогает нашу соплеменницу или дочку может быть его я не знаю жена такая маленькая адрон это для тебя есть абсолютно все камни покрашены серебрянкой как твоя квартира представляешь как бы здесь просто ты бы испытал здесь такой кайф оргазм ну скажем да как и генерал сказала оргазм все серебрянки ты такой идешь и все камни серебрянки так что если что обращайся я тебе скажу где вообще не очень хочется подниматься этим горам когда ты в номере лежишь ты думаешь да нормально прикольная идея но когда начинаешь подниматься да еще не взяв воды то такая красиво уже этот цветок на вершине дерева ага такой одинокий да кафе триунт и триунт это наверное все таки может быть название храма этого нам совсем немножко осталось может кафе тоже триунт но что-то людей много здесь мы не наблюдаем судя по всему судя по всему еще просто и сезон не начался он когда начинается ну да но здесь сезон наверное в мае в июне начинается нормальный такой высокий сейчас только первые люди приезжают только холода прошли я очень хочу увидеть снежную вершину это моя программа минимум и сфоткаться типа я на эвересте на эверест я идти не хочу почему потому что я видел много видео все кому не лень идут на эверест до конца не доходит никто то есть там какая-то первая ступень вторая ступень третья но это интересно конечно с другой стороны можно было приколоться но такая уже попса как и аювазка это все тоже у тебя есть знакомые которые еще не проходили аювазку ну наверное помимо меня еще пара человек понятно помимо тебя и меня еще один да это так типа круто и стильно что это уже такая ну избитая тема это так нелепо все как и татуировка рукав вот одно время тоже подумал когда еще в Гоа приехал в восьмом году надо забиться да и в этом году тоже вы слышали что у меня была мысль что-то такое сделать но потом все самцы не надо самцы все самцы у нас как после восьмого года как на подбор все с татуировкой рукав такие брутальные и ты уже думаешь блин так я же отличаюсь получается смотри какой я классный футбол не смотрю как все аювазку не делал на эверест не поднимался рукава у меня нет татухи ну то что не пью не курю это вообще скажут занудо сейчас напишут в комментариях потому что это подписчики то у меня я думаю любят приложиться многие скажут да что с тобой делать что скажут их жены ну жены видишь как будто я каблук я так рассуждаю знаешь футбол не смотрю еще и тече должен нравиться вообще подарок а не мужик не бухает футбол не смотрит тече нравится нет с течами не всегда ты просто нормальный а по каким то по каким то меркам это не нормально ну да то есть ты морально не разлагаешь не разлагаюсь еще скоро йогой займешься я разлагаюсь единственное моя ахиллесовая пита это девушки которые меня могут морально разлагать ну по-моему даже я их больше морально разлагаю это единственная отдушина которая у меня есть в жизни потому что больше других отдушин нет можно別 Bea можно сказать, ни в одну из этих отдушин я так и не попал в течение года тогда все же айуаска думаешь, она даст мне какие-то мысли не знаю, сходи попробуй не, не, Тихомиров выставил я так вторую часть еще не посмотрел поехали они туда куда едут все в Мексику или куда там, Латинская Америка и там они обсуждают так, не знаю, что-то как-то тропинка прервалась, но туда больше ко мне идет ой, надо будет посмотреть, что он там прозрел, не прозрел, но что-то Тихомиров в последнее время кто в курсе, что-то он уже как дичок стал себя вести Саша Тихомиров, нормальный парень был, движнячил сальтухи делал в бассейн с девушками, кур лесил, а сейчас что с ним стало, я вообще когда-то повзрослею скажу, Лен уже даже Тихомиров повзрослел, ну как повзрослел стал занудным хотя нет хотя у него, по-моему, такая фишка интересная он там 15-летнюю девочку нашел и пишет везде, что он будет ждать три года, пока она повзрослеет но она красивая, конечно но, извините, это тоже, мне кажется, переборчик даже я так не куролесю видимо, он очищается перед этим да, но она 10 лет младше меня вот в чем дело в 35 я тоже что-то такое бы, может быть, замутил но это все нездорово, как по мне вот бы он вернулся сальтухи, клипы красивые модели Тихомиров я не знаю, кто это фотограф из МСК ну, он не совсем он немножко так из деревни у него были картинки такие Nike он на чехлы делал девочки такие как, ну, нарисованные в майках растянутых там фигура красивая надпись Nike ну, это его фишка была по-моему, на этом он поднялся фотографировал хорошо, ну и сейчас у него бренд Born to be я думаю мои подписчики некоторые знают о чем я говорю пишите про аюваску есть у вас знакомые которые не проходили еще этот обряд рапе, да, ты говоришь? рапе и ты пробовала? да вдувала через трубку? действительно ну, ты прозрела третий глаз открылся у тебя? ты знаешь, у меня на такое закрывается то есть у меня открывается только на только в медитации а это ничего не работает, ребята ни рапе, ни фрапе ни латте ни латте ничего латте, капучино между прочим кофе, кстати, и какао это же тоже ну, какао индийское индейское ну да история оно тонизирует и раскрывает вот какао, да сейчас так смешно модно стало быть осознанными и вся эта шушера которые ну, которые нечем заняться они уже как бы бесятся от ничего не делания и пошел сейчас такой этап просветления все типа просветляются и друг перед другом кривляются через айлаз ну, да через все, что угодно это так смешно смотреть ну, это ты понимаешь в итоге что это тренд снова и люди не понимают что они снова в тренде что они ну, вот это как ананас в свое время был для похудения да? нет это как Nike Air Max все носили и конверсы вот абсолютно все а потом ванцы и ты думаешь что ты такой особенный а потом а сейчас это Jordan 1 первая модель и все как на подбор и мало кто осознает что они именно заложники тренда я тоже где-то наверное что-то где-то не осознаю вот я немножко откатился вот немножко откатился в те времена когда когда носили барсет когда они говорили когда они говорили про осознанность Филя спасибо огромное за костюм это все наши приколы они не имеют никакого отношения к к подарку да просто мы гоним с фирмы Boss я еще гоню с фирмы Полшарк что Полшарк это реально для возрастных людей ну и Лена потрунивает надо мной вообще очень удобный костюм он мне выручает я уже сколько 4 дня я только в нем хожу в Атамбосе и в ваших кроссовках тоже и 4 дня терпит мои шутки да но про Найк ты ничего сказать не можешь правильно ну нет по-моему мы идем в противоположную сторону ну может быть это та какая сторона в которую нам надо ладно Лена рассказывает про Камасутру что такое Камасутра это непохабные рисунки в учебнике священное писание одно из которое рассказывает о семейных отношениях о взаимодействии мужчины и женщины о том как строится семья гармоничная и уже результат того сексуальное слияние которому уделяется в Камасутре самая маленькая часть а что ж такое ребята отписываемся людям удобно было это выдавить из контекста и сделать из этого формулку был же параграф в учебниках наших все помнят пишите в комментариях какой был параграф на который все ссылались про песни к тычинке конечно очень красиво мы пошли наверх то есть кафе мы что-то прошли мимо непонятно как туда забираться стрелки показывают идти дальше мы идем куда показывают стрелки класс мы все выше и выше я очень надеюсь что там где-то есть вода хоть какой-то родник хоть лужа для козленка ой какая красота дрон это для тебя представляешь привезти тебе такой в квартиру камень сплошная серебрянка ты мог бы его так поставить и все лена идет босиком я бы охренел по этим камням так что-то здесь вот есть какой-то домик видите нам надо дальше идти я так понял что триумф это полянка нам жалко что здесь воду не продают вот она вот под флажками нет вон триумф написано вот видишь стрелка триумф и дорога продолжается посмотри кулер бичерин не хочешь полежать отдохнуть давай ляжешь отдохнешь не хочет чего не хочет человек чисто все по-индийски лосница прям на солнышке глиняное такое строение интересное ого здесь лошадки Лена здесь прикольно прям такая локация для фотографий ну вот доходилось без обуви красавчик да у них здесь с травой нормально но вообще пакет да мы оставили внизу я оставил потому что наверх подниматься с этим пакетом с разным мусором органическим который мы приготовили это было ну не очень не очень удобно смотрите какая картинка это же мечта а люди же уже пишут наверное комментарии это седло ты что идиот ну это действительно седло это часть которая прилегает к лошадке а это что-то да более знакомое знакомые цвета это заступа что это что-то я смотрю что у него с головой она ну демонов убивает понятно это же кали ой как красиво как-то так прохладный ветерок мата дурга мата дурга дурга это кто шива шива понятно я догадался хануман все-таки обезьян это хануман да да который без головы там был после крокодилов маха кали гневная ипостаси парвати это есть легенда когда она шива для того чтобы гневную свою женщину остановить от разрушения мира она пошла убивать демонов напавших на них он лег преградил ей путь то есть она была в таком безумии ну в этой кровожадности ну как женщина как женская часть которая защищает свое дитя это мы знаем семью ну она убивает вообще все вокруг ну не видит ничего и шива чтобы остановить ее ну лег перед ней и она очнулась пробудилась только когда она ступила ему на грудь ногой то есть она шла и рушила весь мир все горело и когда она очнулась она ну расстроилась очень заплакала сказала что ну что я за жена если я смогла наступить на своего мужа на свое любимое божество и ну какая я после этого жена хорошо а если бы у них была общая жилплощадь как ты считаешь чтобы она она бы себя спросила что я за жила жена если я отсудила всю полностью квартиру знаешь что я ответил шива что он ей сказал что весь мир будет тебя знать как ту которая наступила на своего мужа но для меня ты та которая коснулась моего сердца ну вот это да так даже в netflix не придумают серьезный поворот красиво красиво очень красиво и она сразу у нее сразу перестала болеть голова вот так он успокоит свою женщину сразу у нее голова перестала болеть хотя она специалист по головам судя по всему да по демоническим у меня только одна одна ассоциация новая Мария Деви Христос Лена Деви Христос посмотрите познакомьтесь кто не знает замена блиновской вот растет вот немножко вот этой вот тебе предпримчивой жилки и все и новая Лена Деви Христос уже готова и люди несут деньги продают квартиры продают квартиры и все нормально Лена купишь мне машину если что я тебя продвигал я фотографировал тебя ты же знаешь я щедрая да Ленка щедрая сто процентов шучу конечно не нужна мне машина от тебя я надеюсь что у меня получится в Греции то есть в Болгарии перехватить свою тоже загадаю еще желание чтобы это все произошло маленькая такая мечта своеобразная что может быть круче ну я вот не знаю проехаться мимо Словении ну через Словению допустим то же самое через Италию через Францию на кабриолете но честно и приехать в Испанию в Марбелию в Порто Банус помыть машину и приехать в кафешку и может быть отпраздновать свой день рождения там а может быть доехать до Парижа и отпраздновать днюху там не знаю до моей днюхи осталось ровно остался ровно месяц где я буду праздновать день рождения с кем так Лена ну я тут про день рождения говорю ты просто да здесь очень много навоза а Лена босиком ходит странные они эти йоги короче говоря такая мини мечта прикольно конечно Бэха за 9 тысяч не станет Роллс Ройсом вот или там я не знаю какой-то Феррари который в Порто Банус приезжает да не в этом дело здесь же дело в самой атмосфере обстановки да и в приколе да потому что два парня из Одессы приехали на БМВ Порто Банус посидеть в кафешке на кабриолете а ты меня прокатишь на кабриолете да я точно продюсер гуанский след и здесь видите кто пишет зачем пишите в комментариях там кто список да парень везде весь Гоис писал резидент видимо Гринч рассказывал но я забыл как его зовут фу вначале было как-то сложновато сейчас кайфово как-то идти стало может и за пейзажей они все красивее красивее выше ты поднимаешь обрывчики пошли ну мы почти почти на вершине ну такое впечатление что оно понятно обманчивое но тем не менее еще 8 километров идти до снега то есть 3 часа пилить и мы дошли бы до снега и впервые за сколько времени я бы взял бы в руку снег ощутил бы это вот сегодня сегодня на это нет времени может быть пойдем на выходных туда на ледник точно надо поехать или пойти надо узнать как менее дойти туда без каких-то неприятностей чтобы было комфортно потому что конечно 5 часов идти в гору ну можно конечно кто-то и больше идет но как-то все должно быть в удовольствие это Лена Деви Христос Лена Деви Христос явилась людям помочь она пришла чтобы помочь тебе продавай квартиру бабушке продавай последнюю машину неси Егине Лене Христос Сердечко Мы не такие да, Лена? Мы такие Кошмар Самара пистолет Мы такие какие есть Да Сейчас буду Лену фотографировать будет у нас такая фотосессия здесь Я тоже сфоткаюсь на память потому что красиво действительно красиво посмотрите как оно Всегда посмотреть как красиво Красота Ни родника ничего Ни кафешек Купить попить здесь вообще негде Да и людей нет Вон что-то есть какая-то вода но Зайти в дом что ли в наглянку это же нехорошо людей нет здесь никого смотрите Солнечная батарея Она к чему-то привязана интересно Нет Она просто так лежит Ну набирается может быть заздалогить наберется электричество а потом уже будет отдавать Как-то так Очень красивое место Сейчас Лена помедитирует Я наверное тоже так понаслаждаюсь этими видами И мы пойдем назад И мы пойдем И мы пойдем Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok